Радио Вера представляет Екатерина Васильева родилась в Москве. В 1962 году поступила во ВГИК, сразу по окончании которого была принята в труппу Московского драматического театра имени Ермоловой. Позднее служила в театре «Современник» и во МХАТе. В кино сыграло более 135 ролей. Народная артистка РСФСР после прихода к Вере на некоторое время оставила театр и кино, но по благословению своего духовного отца, протеерея Владимира Волгина, вернулась в актерскую профессию, внимательно относясь к выбору новых ролей. Екатерина Сергеевна, вы знаете, хотелось бы начать сегодняшний разговор с одного эпизода, о котором вы наверняка не помните, но зато его очень хорошо помню я. Дело было в 1998 году, год был кризисный, и тогда лично у меня не было денег ни копейки. Вышел спектакль Олега Меньшикова «Горе от ума», в котором вы играли одну из таких очень серьёзных, существенных, значимых ролей. И мне очень хотелось на этот спектакль попасть. Естественно, попасть, то есть купить билет, это было немыслимо. Во-первых, это премьера и аншлаги, во-вторых, при всём желании, да, просто банально денег нет. И я подумала, была не была, и поехала к театру Моссовета. Мне сказали, вот ты подойди к чёрному ходу. Какие-то умные, добрые люди меня туда отправили. Я стояла у служебного входа в этот театр, проходили мимо люди разные, да, артисты, служащие и так далее, и проходили, проходили мимо. И тут идёте вы. И вы подходите прямо ко мне и говорите, ты почему здесь стоишь? Я говорю, я очень хочу на спектакль. И вы говорите, ну как же так, если ты хочешь на спектакль, нельзя же здесь стоять, пойдём скорее со мной. Пойдём, пойдём, остави шубу у меня в гримёрке. То есть буквально вот так всё было. Вы, да, да. Мы пришли к вам в гримёрку, вот, я оставила у вас свою шубу, и вы мне сказали, а теперь через сцену, через край там проползай и садись где-нибудь в первых рядах, где найдёшь свободное место. После спектакля я к вам вернулась за шубой, там, полной благодарности и счастья. Вот, это было ещё в канун Нового года, ну, Новый год, Рождество рядом, да, то есть вот какая-то такая получилась история. Рождественская. Да, да, практически рождественская история. И вы знаете, я вам хочу сказать за это огромное спасибо, потому что, ну, это же, в общем, это даже спектакль, замечательный был спектакль, но это не про него. Это про то, что вот из таких эпизодов на самом деле складывается жизнь, да. И для меня он был настолько значимым, да, вот такой момент человеческого тепла со стороны актрисы, известнейшей, любимейшей, да, по отношению к человеку, которого, в общем-то, ну, как, никто не знает, да, и просто так, просто вот по душевной какой-то теплоте и неравнодушию. Вот, прям, спасибо. Из таких, я ещё раз повторю, из таких эпизодов, из таких каких-то уроков складывается потом жизнь. Да, слава Богу. Я думаю, что это же всё, что мы делаем, хорошего не мы делаем, а Господь делает через нас, поэтому на свой счёт не следует ничего относить. Но я думаю, у вас много таких случаев. Я почему-то не ждала от вас другого ответа. Не знаю, я не помню, не помню. Вот этого случая я не помню совсем. Простите меня, не помню. Ну, в общем-то, понятно. Я думаю, что ваши мысли в тот момент были вообще заняты совершенно другими вещами. Но, знаете, вот вы же пришли в храм уже в возрасте абсолютно сознательном, будучи взрослым человеком. Вот говорят, что люди не меняются, да, или если меняются, то меняются в худшую сторону. Вот есть такое, как это сказать, расхожее выражение. А что бы вы могли сказать о себе в связи с этой кардинальной фактически переменной в жизни, когда встреча со Христом происходит? Как вы оцениваете эту перемену? Да, дело не во мне. Дело в том, что человек идёт в храм именно за тем, чтобы измениться, иначе туда не надо ходить. И идти, и становиться на этот путь без желания, стремления и цели измениться. А зачем туда-туда идти? Поэтому это вопрос, ну, в общем, почти, чтобы вас не обидеть, не пустой. Ну, почему же? Многие идут за тем, чтобы решить какие-то свои семиминутные трудности, попросить, говорят, дай, хочу. Или потому что плохо, больно. Ну, мне кажется, да мы все очень часто туда приходим именно за этим. Ну, вот так как меня спросили, так вот я и отвечаю. Идут, я не знаю, идут по разным причинам, но идти надо за тем, чтобы меняться. Поэтому если человек не меняется, значит, он не туда пришёл, может быть. А ещё знаете, как говорят, что церковь – это лечебница, соответственно, там место для людей, которые осознают себя больными, а для здоровых людей, в общем-то, в церковь ходить не обязательно. Вот как вы на это смотрите? Я пришёл призвать грешников, а не праведников к покаянию, говорит Господь. Это не значит, что очень много ходит праведников, а призвал грешников. Нет, это говорится о тех людях, которые сознают себя грешными, каковыми мы все являемся. Поэтому если человек сознаёт себя грешником, значит, он уже делает первый шаг к Богу, сознание своей греховности – это уже движение по правильному направлению. А если человек не ощущает своих грехов, не ощущает своих, скажем, недостатков, чтобы не настаивать на терминологии постоянно церковной, своих недостатков, то тогда ему, конечно, и исправлять нечего, и менять нечего. Поэтому это с некоторой даже иронией сказано со стороны Господа, мне кажется. А вы думаете, что Господь ироничен? Да, Господь ироничен, даже остроумен. Кто-то говорил, что величайшее чувство юмора. Конечно, конечно. Господь всё, Господь всё. Да, конечно, да. Поэтому это же очень-очень глубокая фраза, я перешёл, призвать не праведников, а грешников в покаяние. Вот если рассматривать её хотя бы немножко в том контексте, в котором я сказала, конечно, это и момент иронии есть. Но, получается, праведников ведь и нет. Тут ирония заключается даже в том, что праведников нет. Праведников нет, их и нет. Пришёл, собственно, ко всем, а дальше кто? Да, поэтому ко всем. Да, а дальше самоощущение человека, кем он себя считает, считает себя грешником. Слава тебе, Господи. Ну, тогда иди, иди дальше. А если я в порядке? У меня есть одна женщина, 103 года. Представляете себе? 103 года, да. Замечательная, чудесная женщина, но вот мне не... Не сознаёт, не видит за собой никаких грехов. Вот мы вокруг неё все как-то крутимся, потому что, ну, боязно, что человек уйдёт без покаяния. Даже священник, я уж не знаю, сколько он там прав или нет, я с ним даже не знакома, но просто я знаю, что говорит. Он говорит, ну, вот я в данном случае даже не знаю, прав ли он с точки зрения канонической, я не могу её там соборвать и причать, потому что у неё нет абсолютно никакого покаяния. Вот. Так что вот видите, как бывает. Но против воли человека принуждать его к таинствам... Ну, да, наверное, не знаю, это вопрос сложный, и не ко мне, это вопрос, конечно, к священнику. Но, тем не менее, я просто говорю, что вот нет, вот уже человек 103 года, ну, что-то можно скрести, да? Такой возраст, что как будто бы ждут от человека. Да, все, вот я уже как бы тоже вошла уже в возраст довольно серьёзный, даже не пожилой, а уже старый. Вот мне, Бог даст, будет 70 в августе. И все говорят, ой, такой возраст, мудрости, там, туда-сюда, не обязательно. Это всё зависит. Она так просто тоже-тоже не придётся. Это вещи, которые нарабатываются. И та же мудрость, она с потолка не свалится, она должна наработаться, нажиться, настрадаться, настояться. Ей для этого нужен разгон, большой тормозной путь, как бы, да, с какого-то... Хорошо, если с раннего возраста. Ну, или как вот многие из нас пришли в среднем возрасте, там, в 30-40 лет. И мы просим у Господа, если просим продлить наши годы для покаяния, больше ни для чего, ни для здравия, ни для поездки на Лазурный берег, а для покаяния, чтобы Господь продлил наши годы. А как же радость? А для радости нет? А, покаяние радости не исключает, наоборот. Ой, вы знаете, ну, вы, наверное, знаете, люди церковные, одно из самых радостных состояний – это после исповеди. Как будто гора с плеч, просто летаешь, прыгаешь, как ребёнок, когда отпускаются грехи, и ты прям чувствуешь физически, как снимаются тяжести, ты летаешь. Так что это совершенно сопряжённые вещи. – Вы пришли в церковь уже больше 20 лет, лет 25 прошло, кажется. – Нет, больше. Вы меня второй раз спрашиваете насчёт моего прихода в церковь. – Нет, есть. – Вы меня простите, я знаете, что хочу сказать? Когда человеку, который уже 40 лет в храме, как в моём случае, и живёт, и работает, опять спрашивают, как вы пришли в храм. – Нет, я не спрашиваю, как. – Одну секундочку, нет, нет, да. Вы этим самым делаете, ставите людей православных в довольно странное положение, потому что вы, сами того, может быть, не хотя, не замечая, подчёркиваете некоторую странность этого события, некоторую исключительность, некоторую, как бы, диковинку, что ли, что-то в этом. И это я вот каждый раз, ну, сейчас на записи у нас нет ни времени, немножко другой формат, а вот когда меня начинают спрашивать в интервью, нет такого интервью, когда бы не спросили, а вот как вы пришли в храм, а когда вы пришли в храм. Это как бы начало неправильного разговора, потому что религия, вера, ну, это как дышать, тем более в России. Ну, в крайнем случае, когда вы вернулись, можно сказать, потому что мы все люди, как бы, генетически православные, верующие, и просто насотнили период какой-то времени по социальным причинам Бога, но это не значит, что мы от него уходили, там, разуверился кто-то. Нет, это там в каждой семье по-разному спало, где-то было под сподом, у других наоборот, так или иначе. Но вот снова и снова возвращаться к приходу, я думаю, неправильно. Я хотел спросить, почему, как вы считаете, многие люди, хотя прошло уже очень много лет, до сих пор так странно реагируют на то, что люди приходят в церковь? Потому что вы задаете такой вопрос, а в каком возрасте вы? Нет, 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 я вообще не задаю этот вопрос. Вы знаете, я хочу сказать в защиту этого вопроса, если позволите, дело в том, что для нас, как для людей, которые находятся в состоянии такого поиска, даже если ты приходишь уже в храм, все равно этот поиск внутри тебя, поиск навстречу Богу, он же продолжается, ты что-то новое для себя открываешь, нужно как-то себя соотнести. Ну, надо, знаете, не постоянно, не потихонечку открывать, а как-то постремительнее, как-то вот мне всегда хочется... Ну, это у всех по-разному. Нет, я понимаю, но вот, как правило, всегда говорят, я постепенно, это такой медленный процесс, это такой... Почему? Почему? Это зависит от желания и от любознательности, от любопытства, и всё, это как в любом деле, к которому вы прикипаете душой, вам хочется скорее, глубже познать, узнать жадность к восприятию того, чем вы хотите заниматься или чем вы интересуетесь. Вот вы сейчас описали своё состояние. А вот этот вот размеренный ритм, постепенно я вот это почитаю, потом вот это туда зайду, о, я побывала там в таких-то святых местах, вот я ещё кое-что накопила. Да куда же такая... зачем так медленно? Давайте быстрее! Время же бежит неумолимо, бежите скорее, бежите, бегите, хватайте за полу, хватайтесь за край одежды христовой, спасайтесь стремительно, горячо, жадно. И вы сами увидите, как это совсем не такой вот религиозный процесс, а это живая, яркая, невероятно напряжённая жизнь, полноценная. Знаете, когда вот, когда дня не хватает, когда не хватает суток, как это вам скажет любой человек, который занимается любимой профессией. Потому что любимая профессия, это всё равно, это тоже религия. Это я вот как актриса говорю, что как бы, ну, отвечает за свои слова, и что театр-то это тем более религия, это секта просто, просто секта. И человек, который вяло существует в театре или там в спектакле, он раздражает режиссёр, он раздражает партнёров, потому что это должно быть всё, это должны быть единомышленники, они делают общее дело, они все заражены, и человек, которому скучно, он сразу, он выбывает из этой игры. И так любая профессия, потому что это интересно человеку этим заниматься. Так и здесь, если вам интересно, вы очень быстро пойдёте, вы быстро пойдёте, вы быстро, вы быстро получите такие дары, такие дары от Господа, вы захлебнётесь в этой радости, в этом многообразии чудес, в постоянном удивлении, и всё покажется вообще смешным и странным, все ваши занятия, которыми вы занимались прежде. Поэтому я просто советую всем немножко так вот повеселее, как-то повеселее существовать. Екатерина Васильева, народная артистка РСФСР, сегодня в гостях на Радио Вера в программе «Светлый вечер». Екатерина Сергеевна, если об актёрской профессии продолжить разговор немного, вот Анатолий Ефрос, он говорил о том, что актёр, он может играть даже у самого плохого режиссёра, но если он находится у него, так сказать, в послушании, берёт на себя труд слушать и слушаться, то он всегда в выигрыше, потому что он таким образом раскроет в полноте свою актёрскую природу и поможет зрителям что-то узнать, понять про себя самих через ту роль, которая ему досталась. Если он начинает с режиссёром конфликтовать, то он всегда проиграет даже у самого гениального режиссёра. Вот как вы относитесь к этим словам? Это позиция человека, уважаемого в своей среде. Да, Анатолий Ефрос – это, в общем, авторитет, конечно. Но при этом на его слова можно реагировать по-разному. Вы знаете, я уже несколько лет занимаюсь серьёзной профессией. Говоря о прошлом, могу сказать, что он прав абсолютно применительно к той профессии, которой я посвятила так много лет в своей жизни. Прав, безусловно. Какой вывод напрашивается? Читаешь это, и такое ощущение, что он пишет, в общем, не столько даже об актёрской профессии, сколько о послушании. Потому что в церкви такой же... Даже он говорит, даже слово – это то же самое, послушание. Видите как? Вот как. Ну, там не послушание, там слушать и слушаться, если да. Ну, да, нет, это то же самое. Они как гуру, да, эти режиссёры. Они были режиссёры, абсолютно. Я помню, когда я играла у Питера Штайна в «Арестей» главную роль, Плитом Нестером, на мне была огромная... Ну, это семичасовый спектакль, если кто-то из вас слышал или, может быть, видел. Эпохальный. Да, эпохальный. И это была вообще работа какая-то адовая, немыслимая. И я в неё влезла, уже вылезти из неё я не могла. И вот Питер Штайн. И у нас с ним были... Год я там просуществовала, мы год с ним конфликтовали, пока, наконец, не рассурились в конец. Но конфликт наш был именно в этом. Именно в том, что мои деньги были в другом банке уже к тому времени. А он это очень хорошо чувствовал, как человек... Вы имеете в виду приход в храм? Да, да-да-да-да-да-да. А ему нужна была полная отдача. Полная отдача. И он чувствовал, а я технически делала всё как бы безупречно и выполняла все его. Но сердце моё было в другом месте. И он как человек тонкий и как бы профессионал, как вот гуру, он просто вообще... У нас до драки доходилось. До драки буквально. Но это ревность такая, да, получается? Да, ревность и раздражение заменить меня. Он не знал кем, уже не мог. Это было невозможно. А меня нет. Я есть, а меня нет. И, конечно, я ему очень много крови попила. Я сейчас это говорю без всякого. Мне очень жалко. Я его так же нежно люблю, как... Я сейчас уже нежно люблю всех режиссёров, с которыми я, как правило, конфликтовала по своему плохому характеру. Но хочу сказать, что вот перед премьерой как-то он собрал всех, чтобы сказать, какие-то общие слова, но которые, как обычно, как на пустыре, да, там перед первым спектаклем. И он собрал, и он что-то говорил, 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 и потом прям загричал в мою сторону. Театр моя религия! Театр моя религия! Вот, он прям рвал на себя рувашку! Да-да-да, прям мне, мне, мне он это говорил. Это, вот это, я так спокойно сижу. Ну, это ревность была, конечно. Нет, не ревность, это, ну, нет, но это боль, потому что это его религия, это его жизнь. Это его жизнь. И нельзя над ней смеяться, и нельзя как бы в ней или не участвовать, или участвовать. А он пытался всем объяснить, что и для всех окружающих у людей тоже театр должен был быть религия? Конечно, но это предполагается. Это предполагается. И чем талантливее режиссер, чем он значимее, тем он больше требует. Я работала бы со всеми лучшими режиссерами театральными. какие вот у нас только были. Вот один другого лучше. Называйте любого. И каждый из них, конечно, три. Без этого невозможно работать. Без этого невозможно. Нужно уходить из спектакля, потому что это просто нечестно. Нечестно в каком смысле? Ну, по отношению к режиссеру. Конечно, да. Вы сейчас так говорите, то есть вы говорите о том, что вот там по вашему такому-то характеру, да, произошло, там, случился тот или иной разговор. Получается, что вы сейчас себя уже переосмысляете вот с позиции какого-то, ну, я не знаю, большего опыта, с позиции, ну, я не знаю... Человеческого опыта, уже церковного опыта. Я просто думаю, что это было непослушание. Все равно, в любом случае. А если бы вы послушались, это было бы полезнее для вас? Да, конечно, конечно, для всех было бы полезнее. Ну, если исключать какие-то моменты идеологического какого-то свойства, когда я не могла участвовать в том или ином замысле, тогда мы просто расходились или там, ну, какой-то спор серьезный. А если вот просто какие-то капризы, то тогда, конечно. А вот сейчас я читала ваше интервью, где вы рассказываете, вам тяжело бывает, ну, к примеру, на съемочной площадке в связи с тем, что вокруг вас люди не церковные, не соблюдающие посты, не, там, могут крепкое слово отпустить в чей-то адрес и так далее. И вам тяжело среди таких людей. Но это же тоже такой момент, который подвигается смирением, условно говоря. Вы знаете, что там... О разном мы сейчас спросили, ну ладно. Там было много других слов, просто вырезали вот этот вот кусочек, самый хвостик моего... А вот расскажите на этот вопрос, поэтому он получился довольно однобоким. Нет, дело не в этом. Мне тяжело, потому что я вообще нахожусь не в своей тарелке. Дело не в этом. Это все, это уже, я уже там уже, надо было что-то говорить и говорить. Я уже говорила вот эти слова, которые вы цитируете. Потому что, ну, мне вообще уже не надо этим заниматься. И от того, что я не на своем месте занимаюсь, не своим делом, и это мне не доставляет не то, что никакой радости, это меня просто угнетает. От этого у меня такое... Дело не в том, что это вторичное там... Вы же уходили из профессии в свое время уже один раз. А почему бы не уйти тогда окончательно? Нет, я не уходила никогда из профессии. Несколько лет, вот с начала 90-х? Нет, нет. Вот кусочек, да, там была сказана фраза. Но вы можете сказать, что вы вот больше никогда не ступите на сцену театра? Я говорю, да, я могу сказать, что я никогда не ступлю на сцену театра, если меня не благословит на этот духовный отец. Вот это было отрезано, и все. Это вы уже достаточно, вы же журналисты, вы понимаете, как это делать. И я сказала довольно уверенно, в эфире осталось, да, я могу сказать, что и все. И после этого я поступала на... Да, а существенная оговорка-то, если... Да, 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 да. Ну, это уж вам виднее, как это делается. Да. Ну, вот есть возможность сейчас развеять старый миф. Я сейчас практически ушла из театра, но в том смысле, в каком... Вы просто не очень себе представляете, насколько я была занята в театре, как много я работала. Поэтому даже, если считать, что я там работаю сейчас в каком-то одном спектакле, можно сказать, что я ушла из театра. Я сейчас играю один-единственный спектакль в театре «Мастерская Фоминка». Олимпия. Только потому... Олимпия, да. Только потому, что я играю не роль, а как бы тенденцию, смысл. И я давно уже играю, если я соглашаюсь на что-то, какую-то мысль. То есть я себя ощущаю как знаковую фигуру. Как если меня пригласили, потому что нужна была православная бабушка, чтобы она вышла, чтобы зритель недолго думал, а православная она меня, а верующая, неверующая. Да как-то артистки верят, неверующие. Вот вышел человек, а, ну да, ну это Васильева, понятно. Это сейчас будет разговор. Проповедь. Это будет проповедь. Да, да, да. Я как бы вот нравится кому-то или не нравится, я тогда выхожу. И я именно с такой целью была приглашена именно на это занятие, на проповедь. Это спектакль Евгения Цыганова, если не ошибаюсь. Да, да, да. Женя Цыганова поставил. И спектакль многослойный и про многое. Но я свою линию. То есть, Ваше новое амплуа – это фактически проповедничество такое, да? И Вы совершенно спокойно к этому относитесь? Да. Нет, не то, что спокойно отношусь. Я счастлива, что возникают такие моменты, когда я могу хоть каким-то образом. То есть, это единственный критерий, по которому я беру сценарий или пьесу читать, если я нахожу там это. Потому что, иначе, играть кого-то, вот еще от этого мне, возвращаясь к разговору, что мне так неуютно на съемочной площадке, что я кого-то играю, я кого-то изображаю, какую-то бабушку, какую-то там, что-то там про бабушку или деревенскую старуху, это бред. Ну, это просто бред. Не ваше. В моем случае собачий. Поэтому, ну, это очень тяжело, поверьте. Просто очень тяжело. Поэтому, конечно, это прям, ну вот, ну, не знаю, надо послушание. Екатерина Сергеевна, а вы сказали о своей плотной занятости в театре в прежние годы. Это известный факт, естественно, да? Но вот смотрите, у вас родился сын в возрасте 20 с чем-то лет, да? Вы при этом продолжали быть одной из самых востребованных актрис и у нас на сцене, и в кинематографе, и миллионы поклонников. А как вы считаете, вот правильно ли у вас были тогда расстановки приоритетов? Достаточно ли там, удавалось ли всегда находить, уделять внимание, находить время для сына? Как вам это удавалось? Мне это удавалось большим трудом, а когда я стала понимать, что мне это не удается, я поехала в Печоры к старцу отцу Иоанну Кристианкину, которому я имела счастье, которого имела, заставить живых общаться с ним и брать у него благословение. Это вообще вот одно из самых, конечно, удивительных чудес в моей жизни, это то, что я общалась с величайшим старцем нашего времени, отцом Иоанном, вот, и он через моего духовного отца, который был его духовным сыном, моим духовным отцом, попросил мне передать, чтобы я уходила из театра, ну, не в смысле уходил совсем, он вообще спокойно, он никаких категорических не давал там уходить из театра, там, не быть актером, это он никогда не говорил, но как-то типа того, чтобы поменять местами акценты, чтобы не театр стал домом, а храм стал домом, а театр стал заработком. Сейчас вот все Юлия Меншова на меня ругается, что я, да, как бы, как у любого человека работа, он работает и получает за нее деньги. А Юля нам такую же историю рассказывала здесь, в этой студии. Да? В смысле? Про себя. Про себя, когда уходила из театра. Ну вот. По той же причине. А на меня, видите, какую бочку уходила, всю передачу, как вам не стыдно, как вы можете так зрителям говорить, что вы работаете за денег. Если бы я знала, я бы ее осекла. Нет, там немножко, там по-другому, да, там по-другому. У нее были просто долгие поиски и советы с духовником, как уходить, не уходить, оставаться, не оставаться в этом ключе. Ну, короче говоря, я ушла из театра и ушла в свободное плавание просто. В антрепризу? Тогда не было слова антреприза. Я вообще была первой актрисой, которая сообразила, что можно уйти и не быть, где-то не работать, не служить в одном месте. То есть не играть то, что тебе дают, самой выбирать. Ну, не каждый актер мог это себе позволить. Для этого же должно было быть имя и какая-то известность. Но я все это уже имела к этому времени. Я ушла. Ну, так немножко страшновато было забирать трудовую книжку как-то для советского человека. Все это было тогда. Какой год на дворе стоял? Это 87-й год. Я была одна из ведущих актрис МХАТа. Я ушла от Олега. Олег Николаевич Ефремов, он прямо переживал это очень тяжело. И он чувствовал, что за мной пойдут другие. И действительно, прямо посыпались за мной люди, потому что они тоже поняли, очень многие наши первачи, тогда Саша, коллеги, Настя Вертинская, Олег Борисов, стали уходить, потому что мы поняли, что мы свободны, мы можем выбирать и материалы драматургические, и режиссера, и время, когда нам удобно. То есть, это, конечно, вольница, это совсем уже другое дело. Тогда я стала, поменялось все у меня. Я стала семья, храм, и хочу там, работаю, не хочу, но как-то вот так. Актриса Екатерина Васильева вместе с нами сегодня проводит «Светлый вечер». Здесь также Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин, и буквально через несколько мгновений мы к вам вернемся. «Светлый вечер» на Радио Вера. «Светлый вечер» на Радио Вера. Ещё раз добрый вечер, дорогие слушатели программы «Светлый вечер». Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. У нас в гостях сегодня народная артистка РСФСР Екатерина Васильева. И мы с Екатериной Сергеевной продолжаем разговор о жизни. Наверное, так можно сказать. Единое такое общее слово, да. Во всем её многогранном проявлении. Екатерина Сергеевна, вот вы упомянули отца Иоанна Крестьянкина. Это человек легендарный, в общем-то, сейчас уже. О нём счастливы вот те люди, которые застали его в живых, которые имели счастье с ним общаться. Расскажите, каким вы его увидели, каким он для вас был, что такого в нём было необыкновенного? Вот я, например, его лично не видела никогда. Ну, в фильме, понятно, про Псково-Пчёрский монастырь, он там прекрасен совершенно, да. Знаете, это очень трудно сказать, но вот тот идеал, к которому мы стремимся, вообще хотелось бы, чтобы каждый человек на своём жизненном пути встретил такого человека, хотя бы посмотрел на него, хотя бы услышал или увидел, как святой человек выглядит, как выглядит человек, который исполняет заповеди Божией, живёт с Богом. Это производит такое ошеломительное впечатление, это абсолютная детскость, такой ребёнок, мудрец, и ребёнок в одном лице, такое вроде бы дитя. Это ощущение такое, что вот, я помню, он меня накрыл как-то вот так эпитрахилию, и я, такое ощущение, что вот тебя действительно, вот я не преувеличу, накрывает материализованное, которое можно пощупать вот руками любовь. Это просто вот любовь, вот такое облако, облако любви. И я, это невозможно, это правда невозможно рассказать, это надо было видеть, надо было слышать. Вот, и... Ну, это, наверное, про таких людей говорят, что на свете не было бы ни одного монаха, если бы не увидели свет Царствия Божьего в глазах. Ну, конечно, конечно. Вот об этом, да? Да, да, да. Причём вот у меня одна подруга уезжала в те годы в Америку навсегда, и такое было ощущение, когда эти люди уезжали, что, ну, прощаемся как бы навсегда. Не просто куда-то человек уезжает, это было всегда очень драматично и трагично, и я уговаривала её, как могла, и как-то раз мы с ней говорили, и что-то заспорили, я говорю, ты не знаешь России, ты бы никогда не уехала, знаю я всё, я знаю, всё, я вижу. Я говорю, ты не знаешь, я говорю, поедем в Печоры, ты посмотришь, ты даже можешь не подходить, если его там, про волокут, там его иногда не давали ему, чтобы он не задерживал. Проходу не давали. Да, да, да. А, к нему не давали проходу. Два монаха, да, и он на ходу давал благословение. За километры, я говорю, ты увидишь отца Иоанна, и ты никогда не покинешь Россию. Вот это и на том я как бы и стою, я уверена. Она уехала всё равно? Она уехала, она не поехала в Печор. А если бы ты пообщалась, я говорю, с отцом Анна, пять минут, то потому что, да, вот. Ну, это было её решение. Ну, многие к нему из-за рубежа приезжали, уезжали из России, потом приезжали на какой-то время. Ну, это другая история, я сейчас про другое говорю. Это было её решение, то есть мне кажется, что она его просто уже приняла. Я просто, я сейчас даже и не про неё говорю, я вам говорю, что такое отец Анна. Ну, а потом, конечно, ну как, чудотворец, прозорливец. А вот, Екатерина Сергеевна, если про решения, которые люди принимают, ведь приход к Богу – это всегда личное решение, да, это должна быть личная встреча со Христом. Вы же часто говорите о том, что вот надо как можно больше объяснять, надо проповедовать, чтобы вот пусть все знают, тогда все придут там, и тогда все придут в храм и так далее. А, ну, вы допускаете, что у человека вот всё-таки свобода выбора может быть, в том числе свобода выбора жизни без Христа? Ну, что вы из меня монстра какого-то делаете? Нет, нет, я не подумаю. Я понимаю всё, что это всё не так просто, и всё не так просто, и тем более, что кругом такая жизнь ужасная, и другие цели, и другие желания. А почему она ужасная? Ведь далеко не все так смотрят на мир, даже находясь внутри церкви. Вот мне, например, всегда было интересно, почему очень многие вокруг меня говорят, что жизнь ужасна, жизнь... Да, потому что мы живём в аду, потому что... А почему ведь многие этого не замечают? Ну, это я от тебя, вы меня спрашиваете, я говорю, как я ощущаю. Мы живём в аду, потому что всё, вся наша жизнь, она на самом деле... Ну, что говорить, для этого нужно, ну, хотя бы что-то знать, потому что сейчас я скажу, скажешь, ну, она загнула. Но действительно так, вот эта жизнь, которой мы живём, вот это и есть сон, это вообще не жизнь, а жизнь, она в Царстве Небесном. Но это надо либо знать, либо понимать, либо чувствовать, но с этим надо что-то делать. А если об этом не задумываться даже, то тогда, ну, что, поел, поспал, ну, съездил за границу там, покупался в море, посмотрел фильм, ещё много других всяких замечательных там радостей. Но это всё суррогат, это всё на самом деле, даже если очень хорошо человек и весело живёт, это всё, это такой земная жизнь, это обман. Ну, вот смотрите, вы говорите, что ад, да, Екатерина Сергеевна, у вас же такие внуки замечательные, например, у вас такой сын. Вы же, когда про них говорите, я видела съёмку, да, где вы об этом рассказываете, у вас же просто, у вас такое лицо в этот момент сияющее, ну, как это совместить одно с другим? Ну, потому что мы живём наперекор этому аду. Ал, мы живём, мы живём, ну, мы делаем всё для того, чтобы жить по-другому, с точностью до наоборот. Вся семья наша живёт так, и мы детей воспитываем вот так. Это же совсем всё другое, поэтому то, что хорошо для человека, который любит эту жизнь, этот мир, всё плохо для моих внуков, для моих детей. Нет, это результат огромного труда, труда. Я уж про свои труды не говорю. Умолчусь по грехам по-своему, мне-то вообще место неизвестно где, но дети мои золотые, это же труд, труд, 24 часа в день труд, матушка, восемь детей, это труд постоянный, постоянный. Причём, как бы, это не то, что каменоломни, это радость, это бесконечная радость, потому что это труд, который сопряжён вот с этой вот отдачей такой вот радостной, и дети воспитываются постоянной радостью, столько, сколько вот у нас, я не знаю, я прихожу в какие-то другие дома, застолья, и я вот вспоминаю наши застолья, у нас как-то, мне кажется, как-то веселее, совсем не так скучно и грустно, как себе представляют православные застолья. У нас как-то и даже, мне кажется, и как-то ярче, и звонче, и остроумнее. Круче. Круче, да. Вот, но это всё стоит на каких-то таких китах. Вот старшего внука 18-16, их уже не свернёшь. Их уже не свернёшь, они тоже, они живые, они современные, они за границей бывают, и языки они учат, и кино они смотрят, и всё это они знают. А критически мыслят они по отношению к собственному пути, к собственным, я не знаю, к тем вещам, которым в жизни встречаются, критическое мышление? У них ясная система координат в жизни, вот чем они отличаются. Их не собьёшь в том смысле, что они поступают в институт, там, скажем, и общаются с ровесниками и прочее. Но они, прежде всего, для них Бог. Они стараются исполнять заповеди Божии. Значит, они живут, они церковные люди, они молятся, они соблюдают таинство, они ходят в храм, и вся жизнь у них, ну, она вся, они ходят перед лицом Бога. Ведь это самое главное, ходить перед лицом человека или перед лицом Бога, вот и всё. Всё, что я делаю, я делаю для Бога, во имя Бога. На меня Господь всё время смотрит. Я не могу этого сказать, я не могу этого сделать, я сама не могу, потому что мне страшно и стыдно. На меня смотрит Бог, и меня слышит Бог. И когда над тобой постоянно, постоянно есть сила, которую ты не просто боишься, а которую ты, я не знаю слова. Ты не ищешь, может быть. Потому что Бог – это всё. Бог – это счастье, это любовь, это жизнь, это отрада, это утешение, это благодарность бесконечная. У меня вот нет, ну, каждые пять минут я говорю, благодарю за каждую. Для меня чудо каждое движение, каждое слово, каждая встреча, каждое событие. И дети также, это, ну, как сказать, это воспитывается постоянно. Сначала воспитание родителей, потом самовоспитание, а когда все вместе и постоянно, то это просто, ну, как дышать. Это просто другое дыхание. И другой состав воздуха, которым вы дышите. Вот и всё, вот и всё. Это жизнь в нескольких измерениях. То есть ваши внуки в 16-18 лет тоже это так воспринимают? Конечно, конечно. А они понимают то, о чём вы говорите, вот то, что наша жизнь, то, что нас окружает, это форменный ад? Вот они это... Ну, конечно, они понимают. Но почему же они, им же говорят, постоянно говорят, что хорошо и что плохо, что... Но хорошо и плохо с точки зрения Бога, с точки зрения заповеди Божьей, не с точки зрения человеческой. Вы знаете, что интересно? Ведь очень много примеров сегодня мы наблюдаем того, как дети, выросшие в церковных семьях, уходят из храма. Переходный возраст, такой момент бунтарства. Да, у меня было то же самое с отцом Желиким. Да, да, да. Было у него такое? Было, да. Два или три года он снял крест. И вообще как бы... Да-да-да, это обычно. А потом он вернулся уже сам. Да, да-да-да. А вы что в этот момент? Очень много всяких... Как-то уговаривали? Ну, надо молиться в это время, в это время. Бывает очень, очень, очень... У каждого ребёнка какой-то отрезок времени, отрезок времени бывает всё, что угодно. И к этому надо быть готовым обязательно. Ну, хрестоматийный пример отец Сергия Булгаков, который после окончания семинария вообще ушёл из церкви, нам пришёл марксистские кружки, всё, что угодно, а потом, вернувшись, уже стал тем самым Сергием Булгаковым, которого мы все знаем. Да нет, но это... Вы поделитесь просто... Пути Господни неисповедимы. Да, своим родительским опытом. Вы в этот момент, помимо того, что молились, вы что-то делали, вы пытались его уговаривать? Нет. Нет. Больше делать ничего не надо. Ага. Родители должны молиться. Вот чем они лучше, больше молятся, больше ничего не надо. Надо молиться. Вот кто как может сильнее молиться. Вот если можно вообще с колен не вставать и плакать святого до вечера. Вот молитва материнская особенно, она со дна ада достаёт ребёнка. Нет такого, нет, можете себе представить, такого случая, чтобы мать не вымолила своего ребёнка. Нет, если только она молится. Из любой ситуации. Потом, вы понимаете, материнская и отцовская любовь, я наблюдаю, как вот отец и матушка воспитывают детей, они постоянно находятся с ними на такой незримой... Вы знаете, как, ну вот все мы знаем примеры земной жизни, когда влюблённые находятся, да, постоянно на такой натянутой нити, что ли, да, когда они друг без друга жить не могут, они постоянно где-то, они находятся в разных местах, но их и связует такая вот нить. И вот такая вот нить связует родителей с детьми. Если они хотят спасти своих детей, если они хотят им добра, они должны постоянно... Мать может... Это такая силища, материнская молитва, особенно ты это и сам говорил. Ну, да я-то буду молиться в одном из первых разговоров. А ты-то, говорит, ты не понимаешь, что такое материнская. Она говорит, сильнее гораздо моей молитвы. Всех молитв вместе, всех даже вот соберутся, все монастыри старца молитва, твоя молитва сильнее. Вот я сижу здесь, а вот я могу вот вычислить, где мой ребёнок находится. И в эту ситуацию, когда ему грозит опасность или что-то, он избежит по моей молитве. Вот какова сила материнской молитвы. Но это труд. Это труд. Это постоянная такая вот... Как бы это любовь. И когда это любовь, она уже становится нетрудной, потому что к ней человек привыкает. Это как мышцы накачать. Да, 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 как мышцы накачать. Умница, правильно, только духовная мышца. Екатерина Васильева, народная артистка России, сегодня у нас в гостях. Вместе с нами проводит этот «Светлый вечер». Екатерина Сергеевна, если продолжить этот разговор о воспитании, вы же внучатая племянница Антона Макаренко. А как вы относитесь к его системе? Вы вообще как-то её пытались осмыслить и, может быть, имели возможность применить, даже когда отца Дмитрия воспитывали? Потому что сына священника воспитать, это же не шутка. Да нет. Он же потом стал священником. Нет, вы знаете, я думаю, я всё-таки думаю. Я не вникала, потому что там ничего из того, что было у Антона Зимёновича, нам использовать. Да и не надо, у нас есть совсем другая школа воспитания. Я думаю, ну, я имею в виду церковных людей. Но, но, я давно-давно задалась вопросом, ответила на него сама, думаю, я же помню очень хорошо вот этих коммунаров, ещё тех знаменитых, которых из педагогической поэмы, они приезжали к нам, всегда бывали у моей мамы. Да, мама была таким центром всегда. Вот Семёна Колобальна знаменитого, который эти деньги там воровал, педагогическое поэме и всё. А что, как мог этот человек, Антон Семёнович, тщедушный, худой, некрасивый такой, в общем, человек не такой герой, как его там в фильмах рисуют, как он мог с этими бандитами, убийцами справляться? Они его любили безумно, как сумасшедшие, они его любили. Почему? Потому что он их любил. И я повторяю и настаиваю на том, что это самое главное. Это любовь. Это не я говорю, Бог – это любовь. Я повторяю это за всеми святыми, за Иоанном Богословом. Любите друг друга, любите друг друга. А любовь, она творит чудеса, конечно. Я думаю, что если бы он не любил их вот так, как он их любил, то никакие бы его... У него система, да, и там это сейчас разговор отдельный. Воспитание, она очень интересная. Книга для родителей, это можно почитать, если кому-то интересно, там много, может быть, полезного, но не для церковных людей. Потому что он сам воспитывался. У меня прадед и прабабка были такие. Я, когда пришла, в первый раз попала в музей Макайденка, где родился и воспитывался. Мой дед родной, потому что он родной брат Антона Семеновича, Виталия Семеновича Макайденка, это мой дедушка. Вот. И это просто келья. И они, мальчики, Виталий и Антон, они там до своего возраста, когда они уже закончили гимназию, они воспитывались в глубоко религиозной семье. Это просто келья. Все в иконах, я ахнула. Прадедушка был стариста храма, прабабушка служила при храме. То есть все равно корни оттуда. Корни оттуда. А про Антона Семеновича неизвестно, как он относился к вере? Не знаете ничего. А как он мог относиться к вере? Это чудо, что он коммунистом не был. Он занимал такую должность. Он был во всей стране известнейшим человеком. Горький, Дзержинский, все его опекали, все туда ездили, все. И он не был членом партии. Об этом, наверное, особо не старались говорить. Но этого не может быть. По тем временам этого просто не может быть. И сколько же его таскали и мучили. А дед мой был белогвардейцем, ярым, таким настоящим, который в 1920 году эмигрировал, жил в Париже. Сколько Антона несчастного таскали по ГПУ. Из-за каждого письма он писал, искал их, и маму искал, которую он здесь случайно оставил в этой самотухе эвакуации. И сколько он перетерпел из-за своего родного брата белогвардейца, и он не вступил в партию. Поэтому тут все не так просто. Вы знаете, если задуматься о том, что дети уходят из храма, приходят в храм потом, я хочу, если позвольте, с вами таким размышлением небольшим поделиться. А вот как, что вы на это скажете? Мне кажется, опыт очень многих из нас, он доказывает, что мы оказываемся в храме и не уходим из него в том случае, если наша вера была выстраданная. Ну, то есть это вот был наш такой осознанный выбор. Мы прошли там через поиск, через сомнения, оказались внутри, и понимаем, что это наше великое завоевание, такое достояние и большая ценность. Когда мы начинаем пытаться вырастить детей в этом, то получается, что они получают нашу веру, простите за тавтологию, на блюдечке с голубой каемочкой, не приложив к этому своего труда. Когда мы позволяем им совершать свободный выбор, отпускаем их в свободное плавание, вот уходишь, уходи. Ну, собственно, то, что вы с сыном сделали, вот он ушел из храма там на два, на три года. Уходишь, уходи, а я становлюсь на колени молиться. Да, но вы его не дергаете, не сдавите. Нет, это бесполезно. Мать должна молиться, молиться, ничего другого. Вот в любой ситуации вообще вам любой опытный духовник скажет, когда я привезу к нему с проблемой, с любой, скажет, что мне делать? Скажет, молитесь. Да, все правильно. Вы понимаете? И все. Ну, что вот я сейчас буду выдумывать там, и что-то такое слово, когда я знаю точно. На любую проблему, что мне делать? Молитесь. Это самое главное занятие. Молитесь. Если будете молиться постоянно, а апостол настаивает на этом и просит, молитесь непрестанно. Что имеется в виду? Имеется в виду Иисусова молитва. Конечно. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную. Знаменитая Иисусова молитва, которую желательно творить постоянно, чтобы она была независима от вас, чтобы вы не замечали, надо так себя уже. Но это тоже отдельный разговор. Но в идеале вы можете и работать, и жить, и разговаривать. Она у вас уже как дыхание существует. Но это такая практика, это серьезная, для продвинутых пользователей. Конечно, конечно. Но это я уже говорю для продвинутых пользователей, а не для продвинутых. Просто молитесь. Молитесь, воздыхайте. Пласьте, просите. Просите, умолите. Да не может быть, что Господь слезу материнскую не услышал, не увидит. Да не может, не бывает. Что для вас самое приятное, как для бабушки? У вас восемь внуков. Что самое приятное? Ой, да все. Одно сплошное счастье. Да. Конечно. Одно сплошное счастье. Вся моя жизнь это чудо и счастье. Трудности же. Трудности. А мне-то какие трудности? Мне только сливки достаются. Трудности у матушки, у батюшки. А я, да, пенку с варенья снимаю только. А вы отца Дмитрия, вашего сына, и его невестку, в смысле, вашу невестку называете матушкой и батюшкой, да? Ну, по-разному. Как-то уже привычно так, матушка, да. То есть вы так склоняете голову перед тем, что это ваш сын, но он при этом священник. Матушка, ну, я просто привыкла. Матушка, нет, она сама выскакивает. Матушка, матушка. Вот все ее матушка зовут. Потому что у нас всегда народу в доме много, за стол всегда длинные, бесконечные люди все сидят. Это все живут. В храме ее все зовут матушка. Поэтому и все, кто помогает в доме, в доме много народу всегда. Они с вами живут, да? В смысле? Ну, отец Дмитрий, матушка и вы. С вами? С вами, в смысле, в одном... Нет, мы живем рядышком. Они живут в большом доме, а я в маленьком и за городом живем. Ну, это идеальный вариант, по-моему. Да, 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 да. Но мы долгое время жили вместе. Я просто потом отец сказал мне, что, мама, давай мы тебя все-таки отсилим, потому что, ну, тяжело. Маленький плачет, подрастает друг у друга на голове. Ну, действительно, действительно тяжело. Друг у друга на голове. И при этом вы счастливо говорите, что вам сливки достаются и все так. Да, да, конечно, конечно. Ой, дай бог всем так. Ой, вы не говорите, не говорите. Этого не может быть. Я когда глядываюсь на свою страшную, страстную, сумасшедшую молодость, юность, свои все вот эти годы актерские, представить себе, что я буду доживать свой век в таком окружении, это бы невозможно было себе представить. Ни в каком сне, ни в какой сказке бы мне, я бы не поверила никому. Не поверила бы никому. Это вообще непонятно, что со мной произошло и как Господь любит. Только обратись, только попроси, приди. Ну, надо знать, чего ты хочешь. Я знаете, как говорю, Господь великий режиссер. Вот тот сценарий, который он нам придумывает. И так можно сказать, но опасными, конечно, словами мы Господа называем. Да, извините, извините, пожалуйста. Да, я тоже иногда этим грешу, некоторые вольности в определениях. Да, но дух захватывает. Но работайте Богу со страхом и радуйтесь Ему с трепетом. Вот если бы люди понимали, что Бог видит каждую, каждое ваше движение слышит, каждое ваше слово, каждое ваше дыхание. Надо в это верить. Либо ты в это веришь, тогда всё по-другому. Не веришь, тогда всё позволено. Ну, вот и на этих замечательных словах мы закончим нашу программу. Спасибо огромное. Во славу Божию, спасибо, Господи. Екатерина Сергеевна Васильева, Народная артистка России, вместе с нами провела этот Светлый вечер. Алла Митрофанова и Алексей Пичугин послушал тут этот интересный разговор, тоже посидел. Спасибо, всего доброго. Светлый вечер. На Радио Вера.